Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами канал Брош об Израиле. Меня зовут Шуламит. И сегодня я отправилась в торговый центр Худсот Амифрац, который я неоднократно вам показывала и освещала со всех точек зрения. И посмотрите, что творится. Такое ощущение, что закончились все карантины, всё на свете, хотя это не совсем так. Вы посмотрите, сколько здесь народу. Это обычный будний день, это не суббота, когда сюда все устремляются, потому что в субботу здесь всё открыто. Несмотря на то, что у нас в субботу есть города, где ничего не работает. Но это хайфа. В общем-то, народ в огромном количестве сюда устремился. Чем хорош этот торговый центр? Тем, что здесь все гуляют на открытом воздухе, то есть меньше шансов друг друга заразить, поэтому открыли. И много-много-много магазинов. Магазины здесь все аутлиты. И я приехала, у меня тут есть цель, конкретный магазин, в который я приехала. И посмотрите, все ходят в масках, я должна сказать. Все абсолютно. Потому что иначе просто не пустят в магазин. Здесь всегда полно людей, но сейчас, посмотрите, сидеть здесь не разрешается. Этим отличается нынешнее положение от обычного. Ребята, это мой первый выезд за почти два месяца за пределы города. Место, которым я нахожусь, называется Цомать-Егор. Это километров 20-30 от хайфа. Даже не знаю точно сколько. И здесь находится Миштала. Миштала, это оранжерея. Посмотрите, стоит очередь. Пускают понемножку. Вот не знаю, выстаю я или нет. Очередь идет довольно быстро, так что думаю, что я все-таки туда попаду. Измеряет температуру. Посмотрите, все надели маски. На голове надпись «Сохраняйте дистанцию 2 метра». Ну вот мы и попали в оранжерею. Я ее много раз уже снимала. Народу здесь, конечно, меньше обычного. Благодаря тому, что не сразу всех пускают. И я дам вам ссылку на свое старое видео, где я уже снимала эту оранжерею очень подробно. Здесь надпись, что здесь продаются суккуленты, кактусы, огородные растения, домашние цветы и специи. Горшочки с цветочками. Цены, вы видите, они видны хорошо. Это комнатные растения. Комнатные меня не интересуют. Меня интересуют для балкона. Вот эта миштала, эта оранжерея, она очень большая. Здесь не один павильон. Поэтому я люблю ездить именно сюда, потому что здесь большой выбор. Как цветет! Ты посмотри, как цветет. Вот этот цветок. Ну, без гномов, конечно, не обойтись. А как здесь пахнет, жалко, что я не могу запах передать. Красота. Сигалит. Это фуксия. Здесь царство суккулентов и разных кактусов. Вот это то, что годится для моего балкона. Но мне так не хочется кактусы одни покупать. Хочется что-то цветущее. Хотя кактусы тоже цветут. Выбор, конечно, здесь очень большой. А вот здесь специи. Может, мяту прикупим? Это мелиса. Там марва. Марва – это шалфей. А вот и нанос вородить. Испанская мята. Вот, честно говоря, не знаю, чем отличается испанская мята от перечной или от просто мяты. Мне любая годится для чая. Прямо так написано. Тавлиним ле те гахалитот. То есть, специи для чая и сборы. Это базилик. Орегано. Петрушка. А некоторые позволяют себе маски тут снимать. Подальше от них. Решила мяту не покупать. Пусть моя вырастает и всё. Цветочки пойдём искать. Перчики. Это цветы, которые подвешивают. Подвешивать не будем. Это работники ходят в такой форме. Это роса, да? Самых разных видов. А тут уже целые деревья пошли. В том углу людям пересаживают в землю в купленные горшки растения. То есть, можно самому этим не заниматься. Вам пересадят и удобрят, и польют. И продаётся земля, конечно. Я купила два горшка колонхоя. Один для себя, один для моей мамы, для балкона. Я в прошлом своём видео показывала вам цветущие колонхои у меня на балконе. Они очень выносливые растения. Выносят любую жару. Отсутствие воды довольно долго. В общем, как раз для меня и для нашего израильского климата. Когда распустится, покажу вам. Тут несколько разных цветов. Ну вот и всё. Очередь стала меньше. Нам не повезло. Но идёт она очень быстро, я должна сказать. Очень много покупают. Сейчас люди, наверное, больше дома. И поэтому больше занимаются своим садом, участком своим, если это частный дом, или своим балконом. Вот и я решила немножко подзаняться. Это магазин Stop Market, который работает и по субботам. Магазин очень хороший. Обзор этого магазина я тоже вам делала. Как вы видите, карантина у нас в сущности уже никакого и нет. Можно ездить на большие расстояния. Можно, в принципе, ходить где угодно. Открылись первые рынки. Закрытые торговые центры ещё не открылись. Но пляжи тоже, только для занятий спортом. Хотя, несмотря ни на что, люди нарушают и идут на пляж. И даже штрафуют их там, и всё равно они не уходят. Но по-настоящему пляжи откроются только с 1 июня. Так что буду вас держать в курсе о дальнейших наших событиях. И пока это всё. До свидания. Будьте здоровы. Берегите себя. И до скорых, надеюсь, встреч. Субтитры сделал DimaTorzok